Влияние грибного винта, фиксированного шага на управляемость судна. Первый случай. Судно неподвижно относительно воды. Перо руля находится в диаметральной плоскости. Машине дают ход вперед, винт начинает вращаться. Но судно вначале будет незначительно уклоняться влево. Объясняется это тем, что при малых оборотах винт своими развернутыми лопастями как бы загребает воду и забрасывает корму вправо. А нос идет влево. По мере увеличения оборотов нос судна установится на первоначальный курс и затем уклонится вправо. Происходит это потому, что при работе винт набрасывает воду на перу руля. Причем струя воды, набрасываемая винтом на нижнюю часть руля, создает гидродинамическое давление, которое уклоняет корму влево, а нос вправо. Следовательно, при работе винта правого шага вперед, при положении прямо руль, нос судна в конечном итоге уклоняется в сторону вращения винта. Второй случай. Судно имеет ход вперед. Винт работает назад. Руль прямо. Винт судна, начавший вращаться на задний ход, своими развернутыми лопастями, как бы загребает воду с левой стороны, обтекает правый борт и оказывает на него давление, заставляет корму разворачиваться влево, а нос вправо. Третий случай. Судно имеет ход назад, винт работает назад. До тех пор, пока судно не приобретет достаточную скорость заднего хода, положение пера руля на поворотливое судно влияние не оказывает. Как отмечалось ранее, на поведение судна оказывает влияние струя воды от винта, направленная в правую часть обводов корпуса, вследствие чего, нос судно идет вправо. Как только судно разовьет определенную скорость заднего хода, и перо руля будет находиться в массе встречного потока воды, образованного движением судна, положение пера может заставить судно пойти кормой в сторону переложенного руля. В этом случае на руль будут действовать две силы. Сила встречной воды, возникающая от движения судна назад, и сила всасываемой струи, порождаемая засасывающим действием винта при его работе на задний ход. Одновинтовые суда слушаются руля на заднем ходу лучше, когда винт не работает и судно движется назад с наибольшей скоростью. Однако рассчитывать на непогрешимость работы руля одновинтового судна на заднем ходу можно только в штилевую погоду при достаточной осадке. Четвертый случай. Судно имеет ход назад, винт работает вперед. При положении прямо руль нос судна может уклоняться или вправо, или влево. При положении права на борт нос уклоняется вправо. При положении руля лево на борт нос судна уклоняется влево. Струя воды от грибного винта создает гидродинамическое давление на перо руля значительно большей силы, чем от встречного потока при движении судна назад. Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. При совместной работе грибного винта и руля судно, двигающееся передним или задним ходом, круче и быстрее разворачивается в сторону шага винта. И разворот в сторону шага винта в любом случае осуществляется значительно быстрее, чем в обратную сторону. В настоящее время многие суда оснащаются винтом регулируемого шага, ВРШ. Это грибной винт, у которого регулируется угол разворота лопастей. Лопасти такого винта разворачиваются специальным механизмом в любое положение в диапазоне. Полный вперед, стоп, полный назад. То есть в зависимости от степени разворота лопастей, не изменяя режима работы главного двигателя. Анализ эксплуатационной деятельности показывает значительные преимущества их перед судами с фиксированными винтами. Первое. Дает возможность изменять направление движения судна без изменения направления вращения винта. Второе. Позволяет применять дистанционное управление ходами с мостика. Третье. Дает возможность сократить время на реверс судна до 30%. Четвертое. Увеличивает моторесурс дизельных установок уменьшением числа реверсов двигателя. Пятое. Дает возможность использовать при торможении полную мощность двигателя на заднем ходу. Однако ВРШ имеет и серьезные недостатки. Например, трудность технического выполнения надежного устройства для разворота лопастей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...